Добрый день, друзья! Мы продолжаем занятие астрономии. Вы помните, что мы выяснили на прошлом уроке? Видимое движение планет происходит очень сложно, и люди долго не могли понять, какая теория, какие представления о движении планет, об их перемещении в пространстве, могут объяснить нам, как они перемещаются на фоне далеких звезд, на фоне звездного неба. В конце концов, древние греки поняли, что надо придумать новую математическую конструкцию – эпициклы и дифференты. Дифферент – это главная окружность, по которой, как казалось древним грекам, движется Солнце вокруг Земли. И все остальные планеты тоже. А эпициклы – это маленькие окружности, которые позволяют сделать равномерное круговое движение, видимо, более сложным, петлеобразным. И древние греки достигли здесь большого мастерства. Но в конце концов, в конце Средневековья Николай Коперник понял, что слишком усложнена эта система. Если предположить, что Солнце стоит в центре Солнечной системы, а все планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца, то система эпициклов и дифферентов становится более простой. К сожалению, Коперник не мог отойти от этого представления о равномерном круговом движении. Его система, хотя она уже была гелиоцентрическая, то есть Солнце было в центре, тоже содержала дифференты и эпициклы. Но, тем не менее, она была более прогрессивной. И перенести Землю, сделать Землю одной из планет, а центром Солнечной системы назвать, назначить Солнце. Это был, конечно, очень героический, я бы сказал, шаг. И Копернику за это досталось, а его последователям еще больше досталось. А церкви, которая желала, чтобы все, что написано в Библии, было идеально, однозначно истолковано. Библия – древний источник, и, конечно, развитие науки время от времени всегда приходит к противоречию с библейскими сказками. Тем не менее, система Коперника тоже была не идеальной. И выяснилось это, когда астрономы научились измерять положение планет на небе с все более высокой точностью. И тут, конечно, заслуга принадлежит датскому дворянину, но не это было главное в его работе. Да, дворянское происхождение и достаточно большие финансовые возможности позволяли ему заниматься наукой, ну, так сказать, легко, тратя свои семейные деньги на научные занятия. Он много чем занимался. Это был Тихобраги. Он увлекался алхимией, тогда это было, так сказать, детство современной химии. Он увлекался наблюдением звезд на небе, и особенно его поразило появление новой звезды. Казалось бы, в древних каталогах все звезды перечислены. Телескоп еще не был изобретен, и все, что люди видели глазами, все это было доступно астрономам Древней Греции, Древнего Рима. И в древних каталогах звезды были указаны на своих местах, и вдруг появилась новая звезда. Многие ее видели, но именно Тихобраги стал внимательно ее изучать, как меняется ее блеск, не перемещается ли она на фоне других звезд. И вот это занятие астрономии так его увлекло, что он стал ведущим астрономом своей эпохи. Ну и главная его заслуга, что он стал заказывать и делать своими руками, с помощью мастеров европейских, самые точные угломерные приборы своего времени. И проводил систематические наблюдения. Вот это азбука астрономии. Даже не зная, как именно в будущем могут пригодиться ваши наблюдения, важно все время делать перепись Вселенной. Где, на каких местах находятся звезды планеты, галактики, и более далекие объекты, квазары и так далее. Как они меняются со временем. И постепенно накапливая эти данные, астрономы узнают, вдруг узнают что-то новое. Вдруг количество фактов переходит в качественно новую картину строения Вселенной. Так же произошло и с Тихобраги. Он несколько десятилетий наблюдал положение планеты. Особенно его интересовал Марс. Потому что, в отличие от других планет, он довольно быстро перемещается по небу. Но мы понимаем, почему. Он ближе прочих внешних планет, находится к Земле. Поэтому его перемещения по орбите выглядят как быстрые перемещения на фоне далеких звезд. Тихобраги повезло. Его поддержал король шведский. Дал ему право владеть небольшим островом. Это в проливе Зунд. Есть остров Вен. Честно говоря, очень маленький остров. Тем не менее, он принадлежал ученому, астроному. И, насколько я знаю, это уникальное событие в истории науки. Когда ученый, тем более астроном, редкая специальность, владеет собственным островом. Тихобраги им владел. И он построил там сначала одну очень качественную обсерваторию, потом вторую небольшую. И у него было два таких... Ну вот Ураниборг, это прямо научный замок был. Он содержал и угломерные инструменты. Телескопов еще не было. Астрономы пользовались такими армиллярными сферами. Вот тут они нарисованы квадрантами, секстантами. Ну то есть, грубо говоря, на школьном языке это линейки и транспортиры. Вот то, чем мы измеряем углы, но только более качественно изготовленные. И Тихобраги в течение двух десятилетий с лишним наблюдал движение планет и накопил огромный материал. Там у него были и химические лаборатории, и типография. Ну, в общем, мечта любого ученого уединиться на острове и иметь возможность свободно заниматься наукой, имея штат помощников, мастеров, которые изготавливали ему точные приборы. Это уникальное событие, конечно, в жизни науки, а для той поры просто фантастическая удача. Эта удача обернулась очень важным научным прорывом. Тихобраги, к сожалению, политика есть политика. Страны ссорились, страны мирились, и он в свое время потерял поддержку, финансовую поддержку и моральную поддержку со стороны властей. И вынужден был эмигрировать, как сейчас сказали бы, переехал в другую страну, в Прагу. И там уже на исходе своей жизни понял, что накопленное им колоссальное количество фактов наблюдательных, он никак не может привести в единую систему, никак не может создать более точную картину движения планет, чем это предлагала теория Коперника. Но ему уже было ясно, что теория Коперника, теория движения планет, недостаточно точно предсказывает их положение на небе. Тихобраги убедился, что его наблюдения расходятся с прогнозами, сделанными в рамках теории Коперника. Замечу, что достигнутая им точность наблюдений, наверное, никогда уже не будет превзойдена с помощью невооруженного глаза. Да, потом появятся телескопы, и, конечно, точность астрономических наблюдений возрастет. Но то, что сделал Тихобраги, он сделал на пределе возможностей нашего глаза. Глаз человека разрешает, то есть разделяет по отдельности две точки, удаленные по углу не менее, чем на одну угловую минуту. Пожалуй, на две даже, но средний человек примерно две угловых минуты имеет разрешение глаза. Но люди с очень острым зрением, а, видимо, у Тихобраги именно такое зрение и было, они могут разделить два объекта или измерить направление на какой-то объект, на небе, например, с помощью глаза, без линз, без телескопов, не точнее, чем до одной угловой минуты. Вот именно с такой точностью он определил положение Марса в течение многих десятилетий. Но как-то превратить этого в математическую картину, в математическую теорию, позволяющую прогнозировать, где Марс был, где он будет в будущем, он не мог. Поэтому он пригласил к себе на службу в качестве помощника математика уже известного тогда в Европе Иоганна Кеплера. Он был немецкий математик, но тогда, собственно, и тогда, и сейчас Европа была таким тесным местом, что, живя в одной стране, легко было общаться с другими странами. И Кеплер приехал работать в Прагу, у Тихобраги, уже в последние месяцы жизни этого великого астронома. Тихобраги умер, но его наследство, научное наследство, астрономические наблюдения остались, и Кеплер занялся разработкой теории движения планеты. Надо сказать, Тихобраги успел сам немножко в этом отношении поработать, но у него была сложная проблема. Он знал, чем кончается судьба ученых, взгляды которых приходят противоречия с Библией. Плохо кончается. В те годы можно было попасть на костер. Поэтому Тихобраги стремился сохранить общий библейский подход, то есть Земля в центре мира, вокруг Земли сфера неподвижных, тогда казалось, звезд. Надо сказать, Тихобраги убедился, что они неподвижны на уровне той точности измерений, которая была ему доступна. Он измерял положение звезд, и за несколько десятилетий они не сместились друг относительно друга. Что было думать? Значит, это какая-то твердая сфера, на которой нарисованы, горят далекие звезды. По крайней мере, это согласовалось с древними библейскими сказками. Но в то же время Тихобраги понимал, что движение планет легче описать, проще представить, если они обращаются вокруг Солнца. И вот какую странную систему мира придумал Тихобраги. Это, конечно, как говорят, эклектика, то есть соединение несоединимых представлений. Земля по-прежнему, согласно Библии, в центре мира. Вокруг Земли вращается, ну, естественно, Луна вокруг Земли, тут никаких сомнений не было. И Солнце ходит вокруг Земли по орбите. Но все остальные планеты обращаются вокруг Солнца. Ну, то есть это такая геогелиоцентрическая система Тихобраги. Ну, в ту пору ученые понимали, что это, конечно, бессмыслица полная, что Коперник прав, Солнце находится практически в центре Солнечной системы. Но достаточно было, так сказать, вынуть ось вращения, или гвоздик, я бы сказал, из Земли, перенести его на Солнце, и система мира становилась Коперниканской. Такой, как, ну, Птолемей, естественно, считал Землю, центр Вселенной. Коперник предполагал, что в центре Солнца. И система Тихобраги, она просто Коперниканская, но просто вместо Солнца ось перенесена, ось вращения в Землю. Одно движение, и вы возвращаетесь к системе Коперника. У Кеплера не было никаких сомнений, что Коперник прав. А вот по отношению к форме орбит Кеплер уже понимал, что надо что-то менять. Он перебрал много разных математических кривых, которые можно было бы приписать орбитам планет. Ничего не получалось, пока Кеплер не предположил, что планеты вращаются по эллипсам. Для математики того века, а это было уже начало 17 века, это был довольно сложный шаг. Решить работать с математическим аппаратом в отношении эллиптических кривых. Окружности простые кривые. Равномерное движение по окружности описывается элементарно. Угол поворота тела по окружности меняется пропорционально времени. Эллипс намного сложнее. Ясно, что планета движется, то приближаясь к Солнцу, то удаляясь. Не могу дотянуться, возьму указку, то удаляясь от Солнца, эллипс отчасти похож на сжатую деформированную окружность. Вообще говоря, это и есть деформированная окружность. Если изменить масштаб по одной оси, не меняя его в другом перпендикулярном направлении, то окружность действительно превращается в эллипс. Но у нее появляются у окружности, ставшей эллипсом, новые свойства. У окружности был один центр. У эллипса тоже есть центр симметрии. Но еще есть две точки под названием фокусы. И вот Кеплер понял, что надо поместить Солнце в один из фокусов эллипса и пустить планету по эллиптической орбите. Она будет то приближаться к Солнцу, то удаляться. Ближайшая точка называется перигелий. Ну, гелиус. Солнце перигелий. А наиболее далекая точка орбиты — афелий. Второй фокус эллипса, в нем ничего нет, его обычно называют пустым фокусом. А в ближайшем, здесь, в этом фокусе находится Солнце. Запустив по такой математической кривой планету, Кеплер понял, что это практически идеальная форма для описания орбиты Марса. Сначала он работал только с марсианской орбитой. Ну, а потом, естественно, понял, что и все остальные планеты тоже движутся по эллипсам. Я вам говорил, как построить эллипс, изменить масштаб. Но это на тетрадном листе не сделаешь. А вот как нарисовать эллипс на листе бумаги, я вам подскажу. Это довольно легко. У эллипса есть одно важное математическое свойство. Если взять любую точку, лежащую на эллиптической кривой, то сумма ее расстояний от фокуса до фокусов, или от фокусов до этой точки, сумма этих расстояний оказывается постоянной. Можно использовать это свойство таким образом. Вы намечаете на листе бумаги две точки, это будут фокусы эллипса, втыкаете туда кнопочки и петлю из нитки или из тоненькой веревочки набрасываете на эти кнопки. Карандашом или шариковой ручкой оттягиваете эту петлю и все время, продолжая в натянутом состоянии ее держать, проводите кривую по бумаге. От фокуса до фокуса сохраняется расстояние, а сумма вот этих двух расстояний тоже сохраняется, если ниточка нерастяжимая. Итак, у вас получается эллипс. Чем дальше фокус один от другого, тем более вытянутым будет эллиптическая кривая. В математике описывают эллипс несколькими его свойствами. Во-первых, расстоянием между фокусами или расстоянием от фокуса до центра эллипса. Во-вторых, размером может какое-то характерное расстояние служить. Например, большая полуось. Обычно пользуется не осью, а половинка ее в математических формулах. Как правило, фигурирует полуось. Большая полуось, но есть и малая полуось у эллипса. И есть такое полезное число, которое говорит о степени сплюсантости, степени сжатия эллипса. Это эксцентриситет. Он вычисляется довольно просто. Это отношение расстояния фокуса ОФ. Любого фокуса, они же на одинаковом расстоянии находятся от центра эллипса ОФ по отношению к длине большой полуоси. То есть, чем больше отношение этой прямой расстояния фокуса от центра к размеру большой полуоси, тем больше сжатие эллипса и тем больше эксцентриситет. Мы понимаем, что пределы его изменения — это от нуля до единицы. Если ноль, значит фокусы совпадают с центром эллипса, и это окружность. Если фокус начинает приближаться к длине большой полуоси, то эллипс сжимается почти в линию. То есть, становится очень тоненьким, сигарообразным, и в конце концов превращается почти в прямую линию. Вот так легко описать эллипсы. Описать легко. Но вычислить движение планеты значительно сложнее. Но Иоганн Кеплер был очень сильный математик, и он нашел несколько свойств, которые описывают движение планет по эллиптическим орбитам. Ну, о первом мы уже сказали. Форма орбиты — это эллипс, в одном из фокусов которого расположен Солнце. А по самому эллипсу, по эллиптической орбите, движется планета. Второе свойство он довольно быстро выяснил. А именно, скорость движения планеты плавно меняется по мере того, как она сначала приближается к Солнцу, потом удаляется от него. И меняется таким странным для той эпохи образом, что сохраняется, как тогда говорили, площадь, заметенная радиусом вектор. Радиус вектор — это расстояние от фокуса до планеты, до любой точки на эллипсе. Так вот, радиус вектор заметает, то есть покрывает площадь пропорционально времени. За одно и то же время, если планета далеко от Солнца, маленький угол пройдет она по орбите. И за такое же время, если она близко находится от Солнца, за это же время она пройдет больший угол по орбите, чтобы ту же самую площадь замести. Сегодня мы понимаем, изучая физику, что это не что иное, как результат закона сохранения, как раньше говорили, орбитального момента, а сегодня физики говорят момента импульса. Тогда таких слов не было, физика еще не была, оформлена в самостоятельную науку. И Кеплер просто эмпирически, то есть из наблюдений, обнаружил это качество, это свойство движения планет по эллиптическим орбитам. Это стало вторым законом Кеплера. Первый закон был о том, что орбита эллиптическая, второй закон о том, как меняется скорость движения планет по эллиптической орбите. Это второй закон Кеплера. Движение Земли, мы с ним уже знакомы, мы на прошлых уроках говорили о нем, происходит тоже по эллиптической орбите. И вообще любой планеты по эллиптической орбите. Но орбиты планет в Солнечной системе очень слабо отличаются от окружностей. Эксцентриситеты их очень близки к нулю. Десятые или порядка нескольких процентов, иногда даже долей процента составляет эксцентриситет орбиты каждой планеты. Пожалуй, только у Меркурия орбита заметно эллиптическая. Там примерно две десятых составляет эксцентриситет. А у остальных планет, больших планет, орбиты почти круговые. Но это не значит, что все планеты во Вселенной движутся по слабо сжатым эллиптическим орбитам. Ведь мы обнаружили уже тысячи экзопланетных систем, то есть планету других звезд. И многие из этих планет движутся по очень вытянутым эллиптическим орбитам с большим эксцентриситетом, близким к единице. Так что планетные орбиты довольно разнообразны. Но у Земли это почти круговая орбита. И вот что любопытно. Мы ведь знаем моменты года, когда Земля наибольшим образом наклонена в сторону, демонстрируют Солнцу свой северный полюс, ну а через полгода свой южный полюс. Эти моменты мы называем моментами солнцестояния. Летнего солнцестояния, для нас это лето в северном полушарии. И зимнего солнцестояния. У нас это зима, но в Австралии это летнее противостояние. В общем, июньское, я бы сказал, противостояние, и декабрьское противостояние Солнца. Вот моменты максимального освещения либо одного полушария, либо другого. Это важные моменты. От них зависят периоды года и температура на поверхности того или иного полушария. Но посмотрите на орбиту Земли, как она выглядит, и вы увидите, что почти с моментами солнцестояния летнего и зимнего совпадают моменты прохождения Земли через перигелий, ближайшая к Солнцу точка земной орбиты, и Афелий, наиболее далекая точка. А что это значит? Вот смотрите, перигелий, Земля ближе всего к Солнцу. Ненамного, правда, расстояние слабо меняется, но все-таки немножко ближе, чем в среднем. Значит, солнечные лучи чуть-чуть больше освещают и нагревают Землю. Но у нас в северном полушарии в этот момент конец декабря, то есть эпоха зимнего солнцестояния. И солнечные лучи падают на территорию нашей, да вообще и Европы, и Азии, в общем, почти всех континентов в северном полушарии под небольшим углом и слабо освещают поверхность. Поэтому у нас тут зима, несмотря на то, что Земля немножко приблизилась к Солнцу. Это сглаживает колебания температуры в северном полушарии нашей планеты. Зима, но мы чуть-чуть ближе к Солнцу. Лето, начало июля, конец июня, момент летнего солнцестояния, оно высоко над горизонтом, ярко, хорошо освещает, большим количеством тепла нагревает северное полушарие планеты, но в этот момент планета чуть дальше от Солнца. И этот факт, что солнечные лучи падают отвесно, он немножечко ослаблен за счет того, что Земля удалилась от Солнца. Так что нам, жителям северного полушария, это почти точное совпадение благоприятно. У нас не очень холодная зима и не очень жаркое лето. А в южном полушарии, наоборот, летом Земля ближе к Солнцу, а зимой дальше. То есть там складываются два эффекта, и наклон земной оси, и приближение удаления от Солнца приводят к тому, что в южном полушарии колебания температуры сезонные более ярко проявляются, чем у нас в северном полушарии. Но у нас еще теплое течение, Гольфстрим немножко ослабляет зимние холода и так далее. В общем, вот такое совпадение. Оно, конечно, временное. Через несколько тысячелетий, я об этом еще расскажу на будущих уроках, ось Земли немножечко изменит свою ориентацию. Это называется прецессия земной оси. И тогда уже такого благоприятного для нас совпадения не будет. Кеплер еще несколько лет работал, изучая движение не только Марса, Марс для него был первой, так сказать, опытной планетой, которая позволила ему два первых закона эллиптического движения открыть. Но еще и другие планеты тоже. Тихо Браги оставил его наблюдение, и Кеплер пытался понять, какие у них орбиты. Он тоже понял, что они эллиптические, там у Юпитера, у Сатурна, у Венеры. И второй закон тоже для них справедлив. Но вот как связано между собой движение двух разных планет по двум разным орбитам? Оказалось, оно тоже связано довольно простым соотношением. Квадраты периодов, орбитальных периодов, то есть движения планеты по орбите, соотносятся у двух планет так же, как кубы размеров этих планет. В качестве размера, если бы орбиты были круглые, мы бы просто радиус орбиты взяли. Но в качестве размера большую полуось эллипса, эллиптические орбиты обычно берут. Так вот, кубы размеров орбит, или больших полуосей эллипсов этих орбит, соотносятся как квадраты орбитальных периодов. Это был третий закон Кеплера, и сделал его великим астрономом. Потому что даже сегодня эти законы, хотя в прямом смысле это ведь не законы, это не закон науки, это правило, эмпирическое, выведенное из наблюдений правило, у которого нет какого-то научного обоснования. Мы просто заметили, что это так. Ну, не мы, а Иоганн Кеплер. Но заметив это, он дал в руки астрономов очень полезный инструмент, который позволил вычислять движение планет, предвычислять, или смотреть, где планеты были в прошлом, пользуясь весьма простыми этими соотношениями. Итак, третий закон Кеплера позволяет нам, зная размер орбиты, вычислить ее орбитальный период. Либо наоборот, что легче, кстати говоря, заметив, с каким периодом планета возвращается в исходную точку, то есть делает один оборот по орбите, можно узнать, каков размер ее орбиты. Вот можете проверить. Мы знаем, какой период, скажем, обращения Нептуна вокруг Солнца, и легко можем вычислить размер его орбиты. Либо наоборот. Ну, в общем, это два взаимосвязанных параметра любого орбитального движения внутри одной планетной системы. Ну, потому что руководит движением планет, всех планет, один и тот же массивный объект, наше Солнце. Мы пользуемся этими законами довольно часто. Даже в космонавтике есть смысл применять их, не вдаваясь в какие-то физические обоснования. А почему так? Ну, Кеплер нам сказал, что это так. Потом Ньютон объяснил, почему. Но нам достаточно знать третий закон Кеплера, чтобы, например, вычислить время перелета с одной планеты на другую. Вот схема перелета с Земли на Марс. Мы стартуем с орбиты Земли. Давайте будем предполагать, что они круговые. Они, в общем, обе очень близки к окружности. Стартуем с орбиты Земли, и нам надо достигнуть Марса. Значит, двигаемся мы по эллиптической орбите. Ну, не мы, а ракета. Ее разогнали рядом с Землей, и она по инерции полетела и достигла орбиты Марса. Если расчет был точным, и в этот момент по орбите и Марс пришел в эту точку, то ракета с ним встретилась, космический аппарат стал исследовать планету Марс. Третий закон Кеплера нам говорит, что это половина эллиптической орбиты. Значит, время перелета будет равно половине, видите, 0,5 я тут написал, половине орбитального периода по этой эллиптической орбите. А каков он, если измерять все в размерах орбиты Земли, то есть в астрономических единицах, и в периодах обращения Земли вокруг Солнца, то есть в годах, мы подставляем тут, каков размер полуоси этого эллипса. Значит, полная большая ось — это радиус орбиты Земли плюс радиус орбиты Марса. Радиус орбиты Земли — одна астрономическая единица, орбита Марса, ну, примерно 1,52 астрономическая единица, а нам нужна полуось, значит, мы складываем эти два числа и делим их пополам. Полуось — эллипсы нашли. Ну и в степени 3 вторых, потому что как квадрат времени изменяется куб, или наоборот, как куб большой полуоси изменяется квадрат орбитального периода. Мы этот квадрат переносим тут в качестве квадратного корня, получается степень 3 вторых. Вычисляем 8,5 месяцев. В среднем, потому что орбиты и Земли, и тем более Марса, не совсем круговые, они все-таки эллиптические, но в среднем мы получили время перелета ракеты от Земли к Марсу — 8,5 месяцев. Замечательно, но в зависимости от сезона старта, поскольку орбита Марса все-таки не совсем круговая, а эллиптическая, можно этот перелет осуществить либо примерно за 6, либо за 10 месяцев, но в среднем получается 8,5 месяцев. В течение более полувека, даже почти целого века, 17 века, законы Кеплера, их использовали астрономы, но не находили им обоснования. Собственно, обоснование должно было прийти от какой-то фундаментальной науки. И физика, как наиболее фундаментальная естественная наука, была создана начало физики, положил Галилео Галилей, он был великий и физико-астроном, но точку в этой работе поставил Исаак Ньютон. Конечно, это была не точка, многоточие, физика продолжает развиваться, но Ньютон создал великолепное, завершившее его исследование, великолепное, я бы сказал, даже не учебник. Сегодня мы назвали бы это монографией, написал научную монографию. Она называлась, конечно, на латинском языке тогда вся научная Европа общалась, математические основания или принципы натуральной философии. Философии тогда называли любую науку. Натуральной в том смысле, что она натуру, природу описывает. Натуральная философия — это на нашем языке естество знания. Ну, а тогда это только физика была, в современном ее названии. Но математические принципы говорили о том, что он математическую теорию создал, описывающую движение и небесных, и земных объектов. Более того, Ньютон понял, каким образом крупные массы притягиваются друг к другу. Тогда еще в лаборатории не было возможности изучить притяжение малых масс. Позже появилась такая возможность. Генри Кавендиш создал такие крутильные весы, которые позволили точно измерить, с какой силой притягиваются два объекта. Но Ньютон эмпирически подошел к этому делу и понял, сравнивая движение Луны и падение, как говорит легенда, яблока на Землю, что сила притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. И это вместе с законами механики, второй закон Ньютона вы знаете, ускорение пропорционально силе, приложенной к телу, обратно пропорционально массе этого тела, это позволило Ньютону подвести математическую научную базу под законы Кеплера. Во-первых, он их расширил, он понял, что два тела, притягивающиеся друг к другу, могут двигаться не только по замкнутым эллиптическим орбитам, но и по открытым, разомкнутым кривым, по гиперболе, по разным гиперболам, широким, узким, открытым и более близким, когда их направление движения объекта более близко происходит друг к другу, либо, наоборот, по раскрытым гиперболам, когда объект пролетает мимо соседа и почти не меняет свое направление. Ну, а переходная кривая — это парабола. Она, так сказать, близка и к эллипсам, и к гиперболам. Это пограничная линия. И вот таким образом Ньютон написал движение тел, и он заметил одну неточность в формулировках Кеплера. Ведь если два тела движутся под действием общего притяжения, то и второе, более массивное тело, тоже испытывает движение вокруг общего центра масс. А значит, закон Кеплера должен быть немножко модифицирован. Например, если два тела вообще имеют одинаковые массы, то тут непонятно, какое из них центральное. Оба они по одинаковым орбитам вокруг общего центра масс движутся. Либо это орбита круговая, либо эллиптическая, вот как я вам демонстрирую. Но надо модифицировать закон, связывающий размер орбиты и период движения по ней. Это можно сделать, если перейти из системы отчета, связанной с центром масс, в систему отчета, связанную с одним из тел. И тогда оно у нас будет неподвижным в нашей системе, не инерциальной системе отчета, а второе будет вокруг него летать, и мы можем говорить о периоде и размере орбиты того тела. И вот Ньютон чуть-чуть изменил формулировку и сделал ее более точной третьего закона Кеплера. Теперь здесь не только квадраты орбитальных периодов, но и отношения масс. Если две планеты имеют массы М1, МА и МБ, то обязательно их сочетание с массой центрального тела должно фигурировать в этой формуле. И вот в такой форме третий закон Кеплера уже имеет математическое и физическое обоснование, им пользуются современные астрономы и физики. Продолжим разговор на следующем уроке. До свидания. Канал «Наука и сон». Вы отдыхаете, мы показываем.